Не понравился QR-код. Она даже не стала проверять наши бумаги. Кондуктор высадила пожилую пару из автобуса. Избил и бросил умирать. Нижниканцы подозревают в убийстве своей знакомой. Стало хуже. На внутренней дороге химиков водители не могут разъехаться. Принесли первые подарки. Мы купили вот такие вот замечательные наборы для девочек. Тут их несколько для мальчиков. Сотрудники медиахолдинга НТР дали старт акции «Стань Дедом Морозом». Пациенты довольны. Очень даже уютно. После ремонта стало здесь очень светло, тепло, комфортно. Детское хирургическое отделение открылось после ремонта. В прямом эфире Нижникамские новости. В студии Алмаз Кашаев. Здравствуйте. Выгнали из автобуса в мороз. Пожилых нижникамцев отказались вести дальше из-за якобы недействительного QR-кода. Хотя прививки пенсионеры сделали. Кондуктора смутило то, что изображение было маленького размера. Сами пенсионеры говорят, что код даже не сканировали. А проверять документы сотрудница отказалась. Подробности этой истории в сюжете Анжелики Степановой. Паспорт и QR-код. Теперь это обязательные документы для проезда в общественном транспорте. Но когда их предъявила семья Гатиных, кондуктору этого почему-то оказалось недостаточно. И она высадила пенсионеров на следующей же остановке. Она даже не стала проверять наши бумаги. Она вот это только посмотрела. Она говорит, что это бумага, QR-код у вас недействительная. Он должен вот такой, ну вот такой кусок еще. Большой. Да. Я говорю, в общем, здесь считать. Фамилия есть. Вот номер этого регистрации есть. Вакцинация, сертификат. Фамилия и эмоции есть. Вот QR-код есть. А чего еще надо было? Сканировать код для проверки подлинности кондуктор не стал. Чтобы посчитать его недействительным, ей хватило того, что сертификат был маленького размера. У нас эта дочка срезала это, потому что, говорит, паспортные данные. Говорит, там есть. Вдруг потеряете. Директор Центра диспетчеризации общественного транспорта пояснил, что размер QR-кода действительно может повлиять на его проверку. Однако в таком случае кондуктор должна была объяснить пенсионерам, как решить эту проблему. По факту кондуктор действительно не приложил все усилия для проверки этого QR-кода. И также не разъяснил, куда обращаться. И что делать, если QR-код не считывается у человека. Потому что она должна была направить либо в Минздрав, если у нее действительно не считался этот код на смартфоне, для того, чтобы ей проверили базу, либо же в УФЦ, чтобы заново выдали QR-код, который считывается. После данного инцидента была проведена беседа с городскими перевозчиками о том, что кондуктора должны прикладывать все усилия для проверки данных. Что касается конкретно этой сотрудницы, то руководство ПТП ее виновно не считает, а потому и наказывать никак не будет. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. С сегодняшнего дня в постановлении Кабинета министров Республики внесены изменения по вопросу проезда граждан на общественном транспорте. Лицам, сделавшим первую прививку, будет выдаваться региональный QR-код сроком на 24 дня. Он будет сразу на медицинской справке. Его же смогут получить военнослужащие, уволенные в запас и получившие вакцину по месту прохождения военной службы. Для этого они должны обратиться в поликлинику по месту регистрации с имеющимся сертификатом Минобороны и военным билетом. Изменения начнут действовать с 26 ноября. Сертификаты о перенесенном заболевании коронавирусом продлят на срок до одного года. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В настоящее время этот документ выдается только на полгода. Владимир Путин инициативу одобрил. В короткие сроки соответствующие изменения будут внесены в методологические рекомендации Министерства здравоохранения и в портал Госуслуг. Избил и бросил умирать. В Нижнекамском суде сегодня рассматривалось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. На скамье подсудимых 59-летний мужчина. Вину он не признает. Объясняется тем, что в момент совершения преступления находился совершенно в другом месте. Прокурор, адвокат, родственники подсудимого и сам обвиняемый все в ожидании начала процесса. Заседание не первое и, похоже, далеко не последнее. Слушания длятся уже больше года. Причина, почему процесс откладывают, практически всегда одна и та же. Неявка свидетелей. Вот и сегодня они не пришли. Согласно порядку, у нас допрос свидетелей, которые не явились в составе судебного заседания. В следствии, я считаю, что невозможно продолжить судебное заседание. Согласно материалам дела, в октябре прошлого года, находясь в состоянии опьянения, подсудимый избил сожительницу, после чего та скончалась. Подсудимый вины не признает. Утверждает, в момент совершения преступления находился в другом месте. Видимо, подтвердить это могут свидетели, поэтому на них большую ставку делает и сторона защиты. Интересная деталь этого процесса. Подсудимый пользуется услугой переводчика с татарского языка. По-русски мужчина понимает, но вот говорит плохо. Очередное слушание сегодня завершилось спустя 10 минут после начала. Следующее заседание состоится 14 декабря. Но это если, конечно, свидетели придут. Александр Халин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Нижнекамец разыскивает пассажиров такси, которых подозревают в повреждении четырех припаркованных автомобилей. Инцидент произошел 22 ноября в час 30 ночи. Девушка и молодой человек сели в такси во дворе дома Бакюрмача 33. Водитель довез их до соседнего адреса Бакюрмача 29. Пассажиры вышли из салона и начали бить по припаркованным во дворе автомобилям. Один из потерпевших уже обратился с заявлением в полицию. В Камских полянах жительница чуть было не лишилась квартиры из-за церковной свечи. Вернувшись домой, она обнаружила, что из зала валит густой черный дым. Оказалось, что горит шкаф. На помощь ей пришли соседи, которые вызвали пожарных, а после принялись ликвидировать огонь. Пламя удалось потушить своими силами. Причина возгорания – поминальная свеча. В результате обгорела мебель и телевизор. Она пояснила тем, что зажгла свечку и вышла из квартиры, забыв об этом. Вернувшись, обнаружил задымление. Открыв дверь, увидел густой дым. Вызвала пожарную охрану. И с помощью соседей потушили возгорание. Когда приехали пожарные, уже все было потушено. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefiz24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. К уборке улиц от снега привлекают дополнительные силы. Из-за плотного снегопада организована работа техники в две смены. Сегодня на магистральные дороги вывели 47 спецмашин и 23 дворника. Во внутриквартальных дорогах и придомовых территориях специалисты Дома управления задействовали 45 единиц техники и почти 600 человек. Для безопасности пешеходные дорожки обрабатывают песко-соляной смесью. Я вчера на машине своей ездил, мне везде все устраивает. Вот я могу единственное, что сказать. А там уж техники хватает. Я думаю, наверное, сейчас потяжелее стало работать. Во-первых, снега много. Во-вторых, у нас мэр строгий, я чувствую. Как оцениваете очистку снега в городе? Ну, и плохо, и хорошо. Конечно. Отлично, молодцы. Ну, так надо держать. Водители скандалят, машины буксуют. После долгожданного ремонта ситуация на внутренней дороге химиков накалилась. Парковочные места у магазина оградили высоким бордюром. Сейчас водители оставляют машины прямо на дороге. В результате из-за двухсторонней она превратилась в однополосную проезжую часть. Ильфат припарковал свой автомобиль на внутренней дороге. Мужчина говорит, что для него это редкость. Я вот просто забежал в магазин, за это оставил. А так как бы не ест? Нет, не оставляю. Так нет, не оставляю. Мне просто по работе вот здесь забежать, загрузить и выгрузить. Но кто-то оставляет свои машины здесь на целый день. Верениц автомобилей превратила этот участок дороги напротив магазина из двухсторонней в однустороннюю. Не боятся за свои машины, значит, может занести в такие дорожные условия и всё. ДТП будет. Я считаю, что не должны они здесь стоять. Если сейчас здесь ещё можно более или менее проехать, движение не такое сильно, то вот в часы пик картина обратная. С восьми утра до девяти и с пяти до семи вечера здесь образуется настоящий транспортный коллапс. Автомобили не могут попросту разъехаться. Эта скорая помощь потеряла в пробке минуты своего драгоценного времени. Спецавтомобилям ездить здесь непросто. К примеру, пожарная машина может тут и застрять. Надо знак поставить и всё, остановка, парковка запрещена. Здесь не то, что час пик, здесь не вечером, ни днём не проедешь. А ещё на этой дороге часто случаются скандалы. Некоторые водители отказываются пропускать друг друга. Выход люди предлагают сделать большую парковку у магазина. Место есть. И если зимой машины там ещё можно поставить, то летом мешает высокий бордюр. Побольше бы сделали это в стояночных местах. И поставили знак «Стоять до такого-такого времени», и этого не было бы машин. В исполкоме пообещали взять этот вопрос на контроль. В ближайшее время этот участок обследует комиссия по безопасности дорожного движения, на повестке которой будет стоять вопрос по установке здесь знака «Парковка запрещена». Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, Новости НТР. У нижнекамцев ещё есть возможность сдать оружие и боеприпасы за вознаграждение. Операция «Арсенал» продлится до 26 ноября. Полицейские проверят владельцев огнестрела, место и правила его хранения, сроки действия, лицензии. Принимают и старые стрелковые единицы, найденные на местах сражения Великой Отечественной войны, охотничьи ружья, травматические пистолеты и патроны, не зарегистрированные в установленном порядке. О фактах незаконного хранения оружия можно сообщить в управлении МВД по телефону дежурной части. Полиция Нижнекамска напоминает, что за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов граждане подлежат уголовному наказанию по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, граждане, добровольно сдавшие оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности при отсутствии признаков состава преступления или правонарушения. Смотреть наши новости можно и не только по телевизору. Круглосуточная трансляция канала идет на сайте ntrdefis24.ru. Там же максимально оперативно обновляется новостная лента. Прямой эфир можно смотреть и в нашей группе ВКонтакте. Подарки от журналистов. Наш телеканал дал старт ежегодной акции «Стань Дедом Морозом». Сотрудники телекомпании по традиции первыми купили подарки. Предлагаем и вам присоединиться к доброй акции. Светлана Шумкова расскажет, как это сделать. Сегодня мы решили начать рабочий день с похода в магазин. Журналисты службы новостей НТР отправляются за подарками для детей. Игрушки, сладости, глаза разбегаются от обилия ассортиментов. В нашем случае подарки будем делать полезные. Средства по уходу для детей и подростков. Мы купили вот такие вот замечательные наборы для девочек. Тут их несколько для мальчиков. Средства гигиены. Это, конечно, подарки для детей постарше. Но я думаю, им тоже хочется немножко тепла, немножечко сказки. И очень надеюсь, что они будут рады. Еще одни постоянные участники акции – корреспонденты газеты «Нижнекамская правда» и «Туган Як». Они подготовили для девчонок и мальчишек незаменимые аксессуары, чтобы всегда быть красивыми. А также развивающие игры для детей помладше. В этом году мы решили сделать подарки для детей-подростков, чтобы, уверенно, что они им точно пригодятся, найдут применение ребята им и желаем им в новом году исполнения всех их больших желаний. Мы хотим подарить детям немножко радости, немножко веселья, чтобы они чувствовали праздничное настроение и хотим подарить игрушки. А вот творческие сотрудники отдела производства подарят детям сладости. Мы не можем остаться естественной стороной в первую очередь, поэтому мы поддерживаем, максимально призываем это сделать всех нижнекамцев. На самом деле рядом с нами находится очень много людей, которые нуждаются в поддержке, в помощи, в добром слове. Помочь можно и тем, кто не в силах рассказать о своих бедах. Наши радиоведущие и сотрудники ВПД приготовили подарки для бездомных животных из приютов. Мы подумали, а почему бы не устроить новогодний праздник для братьев наших меньших, правда же? Да, и поэтому мы решили подарить подарки для бездомных животных. Да, и хотим, чтобы мы присоединились и чтобы этот Новый год был не только у детей, но и у собак, кошек. Стать новогодним волшебником может каждый и сделать это совсем несложно. Акция «Стань Деда Морозом» только началась. В этом году она будет проходить в 13-й раз. За эти годы неравнодушные нижнекамцы исполнили мечты сотен ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Малыши каждый год ждут в гости Дедушку Мороза и новогоднего чуда. Приносите к нам в телекомпанию сладкие подарки, игрушки, школьные принадлежности или развивающие игры. Мы находимся по адресу химиков 64А. А уже в преддверии Нового года наш Дедушка Мороз навестит каждого маленького адресата. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Евгений Лызаев. Новости НТР. Тепло и уютно. Пациенты оценили условия пребывания в обновленных палатах хирургического отделения номер 1 в детской городской больнице. Ее и операционный блок сдали после начала капитального ремонта. Подробнее о том, что изменилось, рассказал заведующее отделением. Айгуль Гелезиддинова вместе с сыном больше недели лежат в хирургическом отделении. Раньше, говорит женщина, в помещениях было холодно, гуляли сквозняки. После ремонта все изменилось. Не страшно оставить ребенка в одной футболке. Уже завтра мамы сына пойдут на выписку. Очень даже уютно. После ремонта стало здесь очень светло, тепло, комфортно, я бы сказала. А в целом по врачи, отношениям? Медперсонал очень отзывчивый, очень хороший. Очень внимательный. А самое главное, ребенку с нравом, то есть не капризничать? Пациент довольный. Заведующий хирургическим отделением номер 1 Алексей Спиридонов с удовольствием делится новшествами, которые появились после ремонта. Для удобства персонала и пациентов палаты и медицинские кабинеты расположили по разные стороны. Здесь у нас находятся и манипуляционные, и перевязочные, и процедурные кабинеты, и лорусмотровая. То есть все необходимые наборы помещений, которые должны быть в хирургическом отделении. Палаты стали уютнее, в каждой из них есть свой санузел. В одной палате мы предусмотрели как раз санитарный узел для лиц маломобильных. То есть иногда поступают дети с ограниченной подвижностью, и для того, чтобы им было удобно пользоваться удобствами, как раз сделаны данные приспособления. Дверь в уборную для детей с ограниченными возможностями здоровья широкая. Помещение просторное и светлое, оборудовано всем необходимым. В отделении обновили и игровую зону. Здесь есть все необходимое, чтобы занять ребенка. Разместили ее напротив поста медицинской сестры для большей безопасности маленьких пациентов. В стационаре их образованием занимаются воспитатели. В начале года мы снимали стат ремонтных работ в операционном блоке. И тогда здесь были только голые стены и строительный мусор. Сейчас это высокотехнологичные помещения, соответствующие всем современным требованиям. Скорость сюда доставят и новое оборудование. Фотовремонт. То есть пока здесь кто-то находится, дверь не закроется. То есть вот стоит отойти, а на машине сейчас собраться. Первый этап капитального ремонта в педиатрическом стационаре детской городской больницы с перинатальным центром продолжается. Пока обновили только половину пятого и шестого этажей. Работы ведутся на площади в 13 тысяч квадратных метров. На это выделено 200 миллионов рублей. Рамиль Молин встретился с представителями общественных организаций. Разговор проходил в Центральной библиотеке имени Габдулы Тукая. В ходе которого городоначальник поделился своим видением развития города. Рамиль Хамзович выбрал три приоритетных направления на ближайший год. Идеологическое, стратегическое и тактическое. Под каждым пунктом свои отдельные задачи. На встрече присутствовало порядка 50 человек. Они задавали вопросы, делились своими трудностями и предлагали варианты для решения насущных проблем города. Я предложила нашу помощь в решении экологических задач нашего города. Мое направление это создание благоприятных условий для населения в области обращения с бытовыми отходами. Формат однозначно ознакомительный сейчас. То есть мы ознакомимся, мэр с нами знакомится. Встречи, конечно же, полезные. Я думаю, если чаще встречаться, то будет более продуктивно. Та самая Черная Пятница, о которой мы слышим уже несколько недель, настанет уже завтра. На самом деле в 2021 году она выпадает на 26 ноября. Это первая пятница после Дня Благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон скидок. Кобычи устраивать распродажи в этот день установились еще в 19 веке. Но что это для современной России, мы решили спросить у нижникамцев. В нашем телеграм-канале стартовал опрос. Ждут ли нижникамцы Черную Пятницу, чтобы купить товары со скидкой? Оказалось, что 72% опрошено считает это просто маркетинговым ходом. 20% удается купить по низкой цене, а 8% вообще не знают, что это такое. Присоединяйтесь к нашему опросу и вы. Переходите по QR-коду, который сейчас виден на экране. В эти минуты хоккеисты нефтехимика проводят очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Под сводами нефтехимарены наша команда встречается с рижским «Динамо». Как проходит матч, узнаем прямо сейчас. С нами на прямую связь выходит Александр Халин. Саша, привет. Какой счет? Утрея, ребенок отца! Утрея, ребенок отца! Здравствуйте, Алмаз. Приветствую всех зрителей телеканала НТР24. Но пока дела у неждекамского пятихимикам складываются довольно-таки неплохо. Миновала середина первого периода и счет 1-0 в пользу с неждекамцем. Буквально две минуты назад Марат Хайрулин открыл счет в этом матче. Но сама игра складывается напряженно. В принципе, это неудивительно. Обе команды примерно одинаковые по уровню. И в последний раз коллективы встречались буквально месяц назад в Риге. И тогда неждекамцы уступили со счетом 4-3. Перед этим матчем обе команды потерпели поражение. Рижане уступили в Казани, Акбарсу, а неждекамцы здесь у себя дома разгромно проиграли питерскому ТК. Поэтому сегодня коллективы, конечно же, хотят реабилитироваться перед болельщиками. Несомненно удержать победу. Это тоже еще один такой дополнительный мотиватор для играющих сегодня команд. Перед этой встречей сегодняшние гости занимают 11 место в западной конференции. Нижнекамцы на седьмом месте в конференции «Восток». Очки нужны и тем, и другим. И, конечно, сегодня матч будет идти от ножа. Ну и, конечно, напряжение будет до самой финальной сирены. Но вот пока, как я сказал, все довольно-таки удачно. Счет 1-0. Ну и по моментам, если так смотреть, хоккеисты «Нивки Химик» создают их чуть больше. И все-таки были они ближе к успеху, нежели хоккеисты «Динамо» к тому, чтобы счет в этом матче сравнять. Алмаз, вкратце у нас все. Мы продолжаем болеть за «Нивки Химик». Передаю вам слово. Александр, спасибо большое за подробный рассказ. Будем надеяться, что счет будет увеличиваться и только в нашу пользу. Это все новости на сегодня. Далее... Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok